Думаю, что это неправильно. Я думаю, что презумпция невиновности – это основополагающее право любого человека на защиту законом. И нельзя ни в административных нарушениях, ни в уголовных, ни в любых других заранее считать человека преступником или нарушителем, пока это не доказано противоположной стороной. Поэтому я думаю, что это неправильно. А действия Циника, скорее всего, направлены либо на усиление роли госаппарата, точнее высшего руководства страны в давлении на социум, либо, скорее всего, это направлено на то, чтобы еще более вероятно заработать большую популярность в глазах людей и обывателей, которые не понимают, что происходит. Я против отмены презумпции невиновности. Это, в общем, общая мировая практика. Пусть остается, как мы во всем мире, вообще Европе, куда мы стремимся. Хорошо. А как это может негативно повлиять? Ну, то есть будет какой-то произвол судебный, милицейский. Поэтому пусть остается. Государство, конечно, должно доказывать. Презумпция невиновности должна быть соблюдена. А в ситуации, когда государственные служащие покупают себе там Бентли или Майбахи, то как раз я считаю, что отмена презумпции невиновности вполне оправдана. Как может негативно повлиять? Ну, что начнут по мелким делам цеплять людей. Я надеюсь, что этого не произойдет. Думаю, не стоит обвинять. Ну, по идее, если человек невиновен, значит, он невиновен. Значит, решение суда, когда уже будет тогда, уже человека может за что-то осуждать. Ну, под эту, как говорится, ребенку можно всех неугодных лишать своей защиты, я так считаю. Не все государственные интересы на стороне простого народа. Это все ведет коррупцию, опять же. Со стороны милиции, со стороны власти, со всех сторон. Ну, безотносительно к личности там премьер-министра или чего-то, я считаю, что декриминализация административных правонарушений, в принципе, правильное развитие общества, и в итоге мы должны рано или поздно к этому прийти. Хорошо, негативные какие-то есть последствия? Я, честно говоря, не нахожу. Если будет адекватное наказание в виде штрафов там или каких-то других правильностей, то, в принципе, все это хорошо. Я считаю, что фраза «не пойман, не вор» — это вполне логично и правильно. И отмена этого ни к чему толком не приведет. То есть обвинить можно будет кого угодно, в чем угодно, и, ну, начнется беспредел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!